Как думаете, насколько сильно поступки в прошлом влияют на нас в настоящем? Мы часто оцениваем лишь краткосрочные последствия принятых решений, но редко задумываемся о том, к чему они приведут в долгосрочной перспективе, например, через 5, 10, 20 лет. А еще реже думаем о том, как наши решения скажутся на людях, которые нас окружают. Именно над этим вопросом, но не только над ним, рассуждают главные герои криминальной драмы «Прелесть». Не напрямую, конечно, а через погружение в историю. Самым честным образом показаны последствия 90-х и то, как были искалечены жизни людей золото. Сначала мы познакомимся с автоугонщиком Цыганом. Он живет в провинциальном городе, центром которого является завод по переработке золота. 20 лет назад на этом заводе при загадочных обстоятельствах погиб его отец, якобы замешанный в хищении слитков. Золото в этой истории играет далеко не последнюю роль. Цыган жаждет найти убийцу и отомстить за отца. Спустя много лет объявляется бывший директор завода и негласный хозяин города Леонид. Или, как его часто называют, Эллен. Самый загадочный персонаж истории. Он станет проводником в события прошлого, многие участники которого боятся его вспоминать. Спустя 20 лет Леонид вернулся, чтобы провести очную ставку с человеком, который был его другом, но потом предал его. Как любой человек, с которым случилась несправедливость, Эллен хочет восстановить ее. Но эффективны ли методы, которыми он этого добивается? Как на поведение героя влияет золото и как оно наказывает за грехи? Какие мотивы кроются за поступками Леонида и какую роль в его жизни играет религия? Наконец, возможно ли исправить ошибки прошлого в настоящем? Даже если вы еще не начали смотреть сериал, разбор будет полезен, чтобы лучше понять причины поступков героев и их методы коммуникации в дальнейшем. Поэтому не будем затягивать и давайте начинать. В сериале «Прелесть» мы видим последствия действий, которые герои совершали в 90-е. Они поступали в силу обстоятельств так, как могли. Кто-то желал получить власть и богатство, кто-то безопасность и спокойствие. Но достались эти блага лишь тем, кто проявил большую силу. Последствия этих действий неизбежно проявляют себя в будущем. Как бы сильный герой не пытались о них забыть. Вместо того, чтобы пережить болезненный опыт и думать о нем как о части своего прошлого, герои живут прошлым и пытаются исправить его. В итоге поведение человека в определенной степени руководит не он сам, а его травма. И это ведет к разрушительным последствиям. За примером далеко ходить не надо. После долгих лет отсутствия Леонид возвращается в город, чтобы искупить свои грехи. Но не только за этим. Им также движет жажда мести и желание заставить людей, причинивших ему боль, чувствовать то же самое, что когда-то почувствовал он. Обман, предательство, потери близкого. Ну че, сын, привет. Как ты здесь? Его жизнь после событий на заводе, возможно, могла сложиться по-другому. Ну а Леонид выбирает прожить свою травму еще раз. Своим появлением он буквально возвращает всех в прошлое. Ну что, готов пойти за мной? Прошлое. Он принуждает каждого участника событий покаяться за грехи, совершив добрый поступок. Вы лучше всех знаете, сколько страданий принес мне желтый металл. Теперь я по-настоящему освободился от своих старых страстей и готов отдать вам его почти безвозмездно. Всем и порвам. От вас потребуется сделать только по одному маленькому доброму делу. Леонид скрывает нарыв прошлого и вся боль, которая была в нем, выплескивается наружу. У каждого героя по-своему. Вы понимаете, что будет, если это золото всплывет? Какая шумиха начнется, какие старые, блин, дела могут вспомниться. Можно сказать, что такой тяжелый в истории России период, 90-е, это коллективная травма российского общества. У каждого человека она проявляется по-разному и с разной степенью силы. Но ее отголоски могут быть слышны до сих пор. Нередко коллективная травма носит неосознанный характер. Естественно, не у всех членов общества коллективная травма отражается бессознательным. Но в случае героев сериала она в той или иной форме есть у каждого. От старшего поколения она передалась младшим. Последствия действий отцов падают на плечи детей. Особенность еще и в том, что травма не находится в конкретном времени. Она связывает прошлое и настоящее. Действие сериала – это коллективная травма российского общества после 90-х в миниатюре. Частные примеры истории героев раскрывают общую тенденцию. Если, к примеру, в сериале «Бригады» и в фильме «Бумер» мы видим, как травма зарождалась в том историческом периоде и какие события в нем происходили, то в сериале «Прелесть» травма переосмыслена и показана через призму настоящего. Коллективная травма складывается из множества индивидуальных. Травма Леонида – потеря сына, лишение свободы и предательства. Травма Цыгана – потеря отца. Я хочу знать, кто убил твоего отца и почему. Выходит, нам нужны одни и те же люди? В случае персонажей сериала коллективная травма, а вместе с ней и каждая индивидуальная, провоцируется золотом, которое является главным конфликтогеном. Редкие люди способны противостоять коварству желтого металла. Почти каждый житель города так или иначе к нему причастен. И влияние той травмы прослеживается уже в новом поколении жителей. Цыган не знает, как умер его отец и кто его убил. Знает только то, что смерть отца каким-то образом связана с тем самым заводом и золотом. Неизвестность, страх, жестокость других людей порождают в Цыгане желание мстить за отца и восстановить справедливость. В этом смысле действия Цыгана – это последствия решений, принятых Леонидом и другими участниками конфликта 20 лет назад. Коллективная травма в итоге может трансформироваться в коллективную память и формировать ориентиры, по которым люди переопределяют, кто они и каков их путь. Она обеспечивает ощущение преимственности за счет одной судьбы. Цыган через проживание травмы чувствует связь с потерянным отцом. Смирилась с тем, что мы никогда не узнаем, что с ним случилось на самом деле. Еще эту могилу пустую закопали. Его убили, понимаешь? Убили. Я узнаю, кто и почему. Казалось бы, человек должен стремиться к тому, чтобы отпустить травму и преодолеть негативные эмоции, которые связаны с ней, чтобы облегчить собственные страдания. Но это не всегда так. Даже осознав травму, отказаться от нее сложно, потому что она – часть идентичности человека. Избавление от травмы может расцениваться ее носителем как потеря смысла и предательство самого себя. В этом городе не считают нужным каяться. Не ценят страдания, а стало быть, и милосердия. Но мы заставим их покаяться в конкретных делах. Теперь, когда мы определили исторический контекст, то можно переходить к анализу психологических мотивов героев. Но сначала немного о золоте. Золото – драгоценный металл, который еще в древности привлекал внимание человека. Само по себе, как материал, оно не является ни чем-то хорошим, ни чем-то плохим. Но кажется, будто обладание золотом всегда воспринималось людьми как нечто значимое. Начиная с греческой мифологии, золото обретает особый, символический смысл. К примеру, золотую руну – золотая шкура крылатого барана, который был священным животным бога войны Ореса. Согласно мифу, лидер аргонавтов Ясен отправился в путешествие за золотым руном, чтобы доказать свое право на трон Иолка. Достать его было непросто. Оно охранялось драконом. Из мифа следует, что золотое руно было символом божественного благословления и королевской власти. Но не менее важно и то, что оно служило олицетворением опасности и испытаний, которые нужно было преодолеть ради достижения цели. В другом греческом мифе царь Медас спас жизнь Селену – спутнику бога Диониса. Благодарен и за это бог предложил Медасу исполнить любое его желание. Медас попросил, чтобы все, к чему он коснется, обращалось золото. Однако вскоре он понял, что не может ни есть, ни пить, так как даже пища и вода становились золотыми. В отчаянии Медас попросил Диониса отнять у него этот дар. И этот миф иллюстрирует идею, что чрезмерное богатство может стать скорее проклятием, чем благословлением. Никакой другой металл, кроме золота, не вызывал такое количество кровавых войн и преступлений. Из-за него погибли десятки миллионов людей по всему миру. С другой стороны, золото ощутимо двигало прогресс человечеству и сыграло большую роль в мировом развитии. Золото – мягкий пластичный металл и отличный проводник. Не подвержен ржавчине и гниению. Один из самых долговечных металлов на планете. Но самое главное его свойство не химическое и не физическое, а психологическое. Именно владение золотой и возможность безграничного богатства может раскрыть истинную природу человека. Золото – своеобразная проверка. Насколько долго человек сможет сопротивляться его искушению? Золото в сериале, можно сказать, еще один персонаж, некий сторонний рассказчик. Оно все помнит и ничего не прощает. Оно подобно дьяволу, с которым герои пытаются заключить сделку, но не всегда правильно оценивают свои силы. Золото выступает одним из главных методов манипуляции. Золото можно шантажировать. Ему очертили условия. Если он подпишет показания, он спокойно пойдет домой к семье. И не с пустыми руками, а с миллионами. С помощью золота можно оказывать давление. Иногда и люди сами не прочь оказаться под чьим-то влиянием ради слитка. Что ты хочешь за это? Золото – инструмент не только психологического, но и физического насилия. Золото для героев – даже не столько материальное благо и богатство, хотя и это тоже, сколько безопасность, власть и возможность влиять на других. Люди 90-х крайне нуждались в безопасности, а в этом провинциальном городе именно золото могло его обеспечить. О характерах героев сериала и об их межличностных отношениях можно сказать многое, если просто ответить на вопрос. Каковы их отношения с золотом? Цыган золота никогда не имел, но его отец работал на заводе и был осужден за воровство. В итоге, при загадочных обстоятельствах, он был убит. Поэтому для Цыгана золото окрашено в красный цвет. Она любит, чтобы за него убивали. Само золото Цыгана не интересует, он не пытается его украсть, когда есть возможность. Хотя, вероятно, на долю секунды он задумался об этом, но отогнал от себя эту мысль. Истина. Что на самом деле произошло с его отцом? Вот что его интересует. Но чтобы эту истину найти, все равно нужно воспользоваться золотом как инструментом воздействия на людей. Леонид, в свою очередь, был порабощен золотом. Он подсел на него, как на наркотик. Всеми возможными способами он защищал свое богатство. Его жестокость не знала границ. А если мы к нему не пойдем, представь, какую бойню он здесь может устроить. Помнишь, что старым мужикам руки отрезали по его приказу? В Леониде золото пробудило самые низменные чувства. Жадность, высокомерие, ненасытность. А его гнев стал бессмысленным и беспощадным. Для Леонида чрезмерное богатство стало проклятием, так как повело его по пути дьявола и заставило совершить множество грехов. Вернувшись в город, Леонид переосмысливает свое отношение к золоту. Он будто сам себя пытается убедить в мысли, что золото больше не представляет для него никакой ценности. Своим поведением он показывает, что легко готов расстаться со слитками. Но, конечно же, не просто так, а ради достижения цели. Просто девать некуда. При этом, по-прежнему, ЛМ продолжает использовать золото для управления людьми. Он утверждает, что когда человек находится под воздействием драгоценного металла, его поведение можно предсказать. Человек, получивший золото, в итоге поведет себя таким образом, который навредит ему самому. Нужно, чтобы золото попало к ним, и оно их накажет. У Бубы, охранника Леонида, отношение к золоту другое. Он не заинтересован в золоте как таковом, скорее через золото стремится проявить преданность боссу. Я 20 лет хранил, вообще в лучшем виде даже не прикасался. Еще один ключевой персонаж сериала – Андрей Осинский. В желании завладеть заводом и обрести золото, он предал близкого друга Леонида. Для него золото – тоже наркотик, от которого он не хочет отказываться. Подобно Мидусу, Осинский хочет обращать в золото все, что есть вокруг. Иронично, но в отличие от мифического персонажа, Осинский золото может даже пить. Будете? Зря. Наша Златинка. Суетрация золотом. Для Осинского золота – власть и богатство. Так как последние 20 лет именно он был главой завода, то вследствие этого стал и, пожалуй, самым влиятельным человеком города. У него много не менее влиятельных богатых друзей, которые, впрочем, ради золота подружатся с кем-то другим. Что ты хочешь за это? Так как для главы города важна положительная репутация, Осинский время от времени делает какой-нибудь показательный широкий жест, чтобы продемонстрировать свою щедрость. Батюшка, хотим преподнести вам от нашего золотоносного предприятия, вашему, так сказать, духовному предприятию, скромному, но тем не менее очень важный дар. Но вместе с этим свою жадность Осиние скрыть трудно. Когда он понимает, что золото Леонида находится в городе, Осинский хочет и золото присвоить, и свою репутацию не запятнать. Поэтому полная тишина! И вот в этой полной тишине можно, если осторожно, попытаться достать это золото. И то только для нашей безопасности. Репутации и связи между людьми у Осинского построены на золоте. Вокруг него сложился узкий круг доверенных лиц. Попасть кому-то со стороны в этот круг не представляется возможным. Это напоминает такой политический режим, как олигархия. Когда государством, а в данном случае провинциальным городом, центром которого является завод, можно назвать государством в миниатюре, управляет многочисленная несменная группа лиц. Очевидно, каждый из приближенных Осинского боится потерять насиженное место. Но только не в случае, если ему не предложат нечто большее. Хоть у Осинского много золота, и его дом сияет блеском драгоценного металла, в метафорическом смысле золото Осинского сусальное. То есть тонкое, крайне хрупкое и создающее иллюзию надежности. Золото может порождать в человеке самые разные чувства и желания. Если все-таки поддаться соблазну и оказаться под его воздействием, выбраться из этого состояния крайне трудно. Если у других участников история отношения к золоту более-менее стабильна, то про Леонида так не скажешь. Действительно ли золото перестало оказывать на него свое вредоносное воздействие? И если Леонид так дерзко обличает чужие скелеты в шкафу, готов ли он признаться в собственных ошибках? Как известно, у героев художественных произведений, впрочем, как и у людей в жизни, есть внешний и внутренний конфликт. Некое столкновение, которое толкает к действию. У Леонида внешний конфликт проявляется через противостояние Ассасинским. Но ЛМ не стремится вступить в прямой контакт с бывшим другом сразу. Перед этим ему нужно провести некоторую подготовительную работу. На этом пути его также ждут препятствия, которые являются частью внешнего конфликта. А в чем же его внутренний конфликт? Уже в первых сериях он заявляет, что изменился, и что он уже не тот человек, каким был раньше. Боба, ты никак не хочешь понять, что человек способен измениться. Он призывает своих союзников действовать осторожно, не применяя лишней жестокости. Не дай гневу захлестнуть себя, мы все делаем правильно. Хотя раньше он часто использовал ее сам. Помнишь, что стерым мужикам руки отрезали по его приказу? Он страстно пытается доказать, что изменился, что уже не так жестоко не делает все ради золота. Но в нем то и дело проскальзывают отголоски того поведения, которое он демонстрировал раньше. В этом и заключается его внутренний конфликт. Я в настоящем пытается подавить «я из прошлого» и исправить совершенные ошибки. Но возможно ли это? В зависимости от персонажа, архетип Леонида можно определить по-разному, исходя из разных классификаций. Например, для Цигана Леонид выступает в качестве наставника. Он пытается преподнести себя как человека, умудренного опытом. Я знал, что ты придешь, но не думал, что так скоро. Именно Леонид поможет разобраться в причинах загадочной смерти его отца. Без Леонида Циган никогда не узнает правду. Наставник дает другому герою ценную информацию и указывает на, по его мнению, правильный путь. Для Осинского, а также для его приближенных, Леонид может выступать как архетип Вестника. Своим возвращением он напоминает им о прошлых грехах и предупреждает, что им надо будет раскаяться. Пусть хотя бы расшифрует, что имеет в виду. Искупление грехов, добрые дела, бредятину все это. Да это опасная бредятина какая-то. Примечательно, что и для Бубы, и для Цигана Леонид выступает архетипом отца. Но есть отличия. Циган, конечно, Леониду не считает отцом. Но Леонид будто видит в Цигане некую реанкарнацию своего погибшего от сына. Это замечает и Буба. Видимо, Леониду настолько больно это осознавать, что он позволяет гневу захлестнуть себя. Или вам типа кажется, что он... Ну что? Ну что он? Типа вашего сына Андрюхи. Извините, что так прямо, но что-то общее есть. Если посмотреть на Леонида более глобально, можно определить его архетип как потерянная душа. Ранимый, проницательный. Он видит людей насквозь. По крайней мере думает, что хорошо разбирается в них. Она красивая девушка. Вот за красивого она создаст. Ты неправильно считываешь. Дочь Осинского полюбила моего человека. Полавливаешь разницу? Он одинок и нелюдин. Самое главное, он живет прошлыми ошибками. Жизнь Леонида застряла на месте. Прошло 20 лет. Но Леонид возвращается в город, из которого его изгнали. И пытается наладить то, что наладить уже невозможно. Потерянные души такие же, как мы, но потерявшие моральные ориентиры, приступившие законы человечности. Они начали как мы, но выбрали неправильный путь. Леонид, безусловно, понимает, что его нельзя считать абсолютно невиновным в прошлых событиях. Но при этом он хочет показать себя как человека, который переосмыслил свои ошибки. Он приехал в город, в том числе, чтобы восстановить справедливость и доказать свою правоту. Для этого первым делом ему надо снять все обвинения из себя. И это он делает с Цыганом через извинения. Мы на самом деле заехали извиниться. Да, Боба? Ну да. Это я неправильно себя повел на дороге. Звиняй. Ну что, Леша, принимаешь извинения? Ну. Да. Ну и хорошо. Теперь, когда у тебя никаких претензий нет, пойдем немного свежим воздухом подышим. Леониду это нужно для того, чтобы другие не имели возможности в дальнейшем манипулировать им. Еще один способ Леониду избежать манипуляций в свою сторону – скрытность. Он не сразу сообщает о своих целях, чтобы удерживать преимущество на своей стороне. Другие герои Паука Сколма могут совершать действия, не до конца понимая, к чему это приведет. Это точно нужно? Не стани. Старше сказал надо, значит надо. Леонид то и дело шлет своим оппонентам двусмысленные послания, подцепляя таким образом их на крючок. Оппоненты не могут до конца понять, что именно Леонид имел в виду, и могут лишь расплывать в догадках. Момент неопределенности оппонентов – лучшее время для Леонида, чтобы действовать. Что вы хотите золото? Я хочу узнать, что старый задумал, я узнаю. Избегая манипуляций, Леонид при этом мастерски манипулирует другими через их выливые точки. Так он поступает со своими союзниками Бубой и Цыганом. Одного вышвырнул, второй никогда правды не узнает. Домой. Точно так же, как и с врагами. Все, что ты сказал на камеру, изложишь письменно и принесешь. Принесешь, получишь еще золото и записи. И можешь уезжать отсюда. Несмотря на то, что Леонид утверждает, что изменился уже в первых нескольких сериях, мы видим, что те методы, которые он использует, чтобы добиться своей цели, по сути своей, ничем не отличаются от тех методов, которые он использовал раньше. Он манипулятор, который может осознанно вести других в заблуждение. В нем может сквозить лицемерие и высокомерие. Он часто говорит о религии, раскаянии, о грехах и искуплении грехов. В этом городе не считают нужным каяться. И ценят страдания, а стало быть, и милосердия. Но мы заставим их покаяться в конкретных делах. Леонид и сам пытается искупить собственные грехи. Но зачем вообще Леониду нужна религия? Какую роль она играет в его жизни? Леонид поражает всех участников истории не только своим неожиданным появлением, но и отношением к религии. Он стал набожным, благочестивым, ревностным сторонником Бога. И хотя до событий сериала в Леониде в определенной степени прослеживались эти качества, после возвращения они раскрылись в нем по-новому. Если честно, он абсолютно тронулся за моли грехи прошлого и тому подобное. У него вообще ни мебели, ничего. Икона какой-то прорисует. Пока он был в подчинении золоту, он был слугой дьявола, а теперь хочет быть слугой Бога. Несмотря на то, что Леонид после возвращения ведет скромный и аскетичный образ жизни в своем полуразрушенном особняке, в нем можно проследить черты нарциссизма и даже комплекса Бога. Только не через материальные ценности, а через отношение к другим людям. Леонид думает, что предательство, которое он пережил, а также то, что теперь он идет по пути Бога, дает ему право распоряжаться чужой жизнью и управлять другими людьми, как марионетками. А Бог при этом сопровождает его на пути искупления грехов. Леонид убежден, что теперь, спустя 20 лет, он гораздо лучше принимает причины поступков других и свои собственные. В то время, как он преисполнился в познании Бога и изменил отношение к золоту. Осинские его соратники продолжают вести тот же грешный образ жизни, что и раньше. На этой почве и прослеживается нарциссизм Леонида. Он считает себя умнее и мудрее, а эти качества дают ему право, как он считает, управлять другими. Раз он настолько мудр, что готов покаяться в своих грехах, он хочет помочь остальным виновникам происшествий встать на путь истинный. Пусть даже придется заставить их совершить добрые дела силой. Тебе есть что искупить. Ты много лет назад оступился. Леонид может быть высокомерным. Странно видеть, что человек в прошлом, совершивший огромное количество ужасных поступков, сейчас рассказывает другим о морали искупления грехов. Я последние пять лет жил на Афоне, в Греции. Ну бы пересмотрел, вот приехал тебя спасти. Комплекс Бога Леонида заключается в том, что он считает, что он имеет право распоряжаться чужой жизнью и может заставить человека искупить вину и раскаяться или изменить его жизненный путь. Комплекс Бога формирует авторитарный тип личности с присущей ему уверенностью о своем мнимом величии. Он часто встречается у политических и государственных деятелей и тех, чьи профессии и положения обуславливают зависимость от них других людей. Для человека с комплексом Бога характерно убеждение, что его мнение является единственно верным. Комплекс Бога имеет тенденцию проявляться только в эмоционально значимых для человека ситуациях, например, только в рабочей сфере или только в общении с близкими. Леонид непоколебимо убежден в своей значимости и в том, что именно он способен разрешить ту сложную и запутанную ситуацию, которая произошла много лет назад. Самым великим грешником он считает себя, поэтому сперва ему надо в добровольно-принудительном порядке помочь другим грешникам измениться, а затем приступить к искуплению своих страшных грехов. Он считает, что только предложенный им путь искупления является правильным. Религия в случае Леонида служит способом психологической защиты, но не столько от внешних факторов, сколько от самого себя. ЛМ понимает, что поступки, которые он совершил в прошлом, настолько ужасны, что исправить их невозможно, но вместе с тем в нем теплится надежда на то, что он сможет искупить свои грехи. Леонид отчасти обманывает себя, когда думает, что через Бога он сможет спастись. Еще один важный момент, о котором мы до сих пор не говорили. В сериале, помимо остальных тем, также затрагивается тема мести и того, насколько она оправдана. В прошлом Леонид мстил всем, кто хоть как-то перешел ему дорогу, даже по мелочи. Но теперь он считает, что месть – бесконечный ад, в котором у одного всегда есть повод отомстить другому. Их обидели, и в ответ обидели. Раньше Леонид был принципиальным в своем стремлении отомстить обидчикам, поэтому люди, которые его знали, уверены, что Леонид приехал мстить. Однако он с местью не спешит. Леонид искал ответы на многие вопросы в религии, и что касается мести, именно прощение, по мнению Леонида, должно разорвать порочный круг мести. Но даже если Леонид простит тех, кто причинил ему боль, смогут ли они простить его? Возможно ли искренне простить того, кто совершил нечто ужасное? Несмотря на то, что Леонид по-прежнему жесток и в каком-то смысле корыстен, он действительно пересмотрел свои взгляды. Но вот в чем проблема – другие люди не изменились, им это было не нужно. Как человек, подходящий к завершению своей жизни, Леонид ищет способ передать свои знания и опыт в назидании другим. Но если раньше он, скорее всего, хотел передать наследство завод и свое богатство, то теперь он стремится передать другим мудрость бога. Он пытается отвести цигана с пути мести, ведь, может, хотя бы так получится искупить собственную вину. Может быть, так в будущем можно будет предотвратить ужасные последствия этой истории. Но фигура Леонида настолько загадочна и местами противоречива, что в конце концов вся эта религиозность, искупление грехов и добрые дела могут быть всего лишь способом снова вернуть тебе власть над городом и золотом. Лучше бы не было в нашем городе этого завода. Лучше бы мы без золота обошлись. С таких слов начинается первая серия сериала «Прелесть». И действительно, лучше бы не было в жизни таких больших искушений, подавшись которым человек способен на самые ужасные поступки. Сериал дает возможность прожить незабываемый опыт и задуматься о том, как бы поступили мы сами, если бы у нас был бы шанс иметь безграничное богатство и власть. Но подавшись искушению, стоит помнить, что в будущем придется столкнуться с последствиями принятых решений, которые упадут не только на ваши плечи, но и на плечи окружающих. Сюжет сериала повествует о событиях криминального характера, однако они лишь почва для рассуждений над более глобальными темами. Искупление грехов, искушения, связь прошлого и настоящего. История героев показывает, что невозможно построить крепкие, долгосрочные отношения с людьми исключительно на корыстных интересах. И иногда поступки, которые мы совершаем в прошлом, невозможно исправить в настоящем. На этом у меня все. Смотрите сериал «Прелесть» на премьер. Наблюдайте за людьми, чтобы не оставаться в дураках и быть на шаг впереди. И скоро увидимся. Золото тяжелый металл. Тяжелый, как нераскаянный смертный грех. Оно всегда тянет туда, где родилось, под землю, в адское пламя. Субтитры создавал DimaTorzok